Все-таки операции на легких потом пошли хорошо. Теперь это освоенная область. Можем оперировать почти с гарантией. Мой вклад в это дело тоже есть. Ах, не надо, какой там вклад. Думал, разработал хорошую методику ушивания бронха, но потом оказалось, что ее изобрели до меня. Вот и весь вклад. Нет, давай по-честному. Скомпоновал всякие мелочи, получилась приличная система. Учил я и хирургов. Теперь многие делают, и хорошо. Больные выздоравливают, благодарят. А что, в конце концов, важно? Да, конечно, утешься. Самые ценные люди. Как трудно быть самокритичным. Не будь таких дней, как сегодня, наверное, я бы уже вообразил себя талантом, как некоторые мои коллеги-профессора. Не можешь не легнуть и не подчеркнуть, что вот какой ты честный. Потом начали с операций на сердце. Опять проходит череда лиц и дней. Вот первая пациентка. Метральный стеноз с тяжелой декомпенсацией. Примечание. Метральный стеноз сужения отверстия метрального клапана. Декомпенсация. Резкое ухудшение кровообращения из-за плохой работы сердца, сопровождающейся одышкой и отеками. Культурная женщина. Знала о тяжести своего состояния. Вдова. Я должна еще пожить несколько лет. Мне нужно поднять сына. Почему она не поехала в Москву? Там уже делали эти операции. Не знаю. Я ей всю жизнь буду благодарен за доверие. Наверное, у нее было счастье, раз она не умерла тогда. Краснею, как вспоминаю эту операцию. Так я был неловок, не умел. Но она живая теперь. Сын уже взрослый. Спасибо ей. Все-таки сердце это самое трудное. Оно меня, наверное, и доконает. Как же, как же, пожалей себя. Тоже мне жертва любви к ближнему. Сколько было удовольствия и разочарования. Результаты операции при многих пороках оказались неудовлетворительными. Нужно открывать сердце и восстанавливать его клапаны и перегородки. Эпопея с созданием и освоением АИКа. Да, это эпопея. Со всеми человеческими страстями. Если бы писатели могли о ней рассказать. И обо мне тоже, по-честному, я приложил к этому руки. Конечно, без Олега, Петра, Марьи, Димы и многих других я ничего бы не сделал. В таком деле без коллектива нельзя. Любят ли они меня, помощники? Раньше любили. А теперь, может быть, уже и не за что. Все отдаляюсь и отдаляюсь. Сохну. А они, наверное, думают, зазнался. Первая операция с машиной, с АИКом. Она была неудачна. Целый год потом тренировались на собаках, улучшали аппарат. Потом успех. Мальчик Коля. Тоже с тетрадой Фалла. Операция была сделана не радикально, но он выжил и получил облегчение. Это уже много. Во всем Союзе к тому времени, лишь в нескольких клиниках, были проведены удачные операции. Сколько было волнений, сколько гордости. Около каждого больного по нескольку ночей дежурили 3-4 врача, включая и старших помощников. Хорошие результаты были только сначала, а потом смерти. Одна за другой. Стали брать очень тяжелых больных. А как их не брать? Для чего же тогда операции? Но все равно тяжело. Вся история большой хирургии промелькнула передо мной. Я в ней участвовал и нередко бывал в самых первых рядах. Нет, не скажу, что я сделал что-то особенное. Не пионер. Популяризатор. В историю не попаду. Сейчас мне на это наплевать. А потом... От коньяка или от горя у меня такие расслабленные мысли. Какая-то смесь сантиментов и горечи. Выпьем еще одну рюмочку для прояснения мозгов. Достаточно.